Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и я рад вас видеть в игре Мафиоза. У нас здесь улучшение баланса, подробности. Саша Кремень, так, здоровье повышено на 10%, у детектива Холмса тоже на 6%. Детектив Холмс, количество энергии, необходимое для применения спецспособности, снижено на 1%. У Тайлера, с нокаутом, что связано, так, здоровье снижено на 11%, зашибись. Такая Тацию, множитель урона первой способности повышен на 15%, блин, ну вы офигели что ли вы? И у Гарри наручник, здоровье повышено на 9%, зашибись, все-таки имбовую мою карту, а точнее Тайлера нокаута понизили по ХП. Это плохо, ребята, очень плохо, но это не самое главное. Главное, что у нас, ребята, появились турниры, я уже три разика сыграл, я, кстати, упал по рейтингу немножко здесь. Ну что же, я видел этого самурая Тацию, да, у него спецспособность, ребята, он приносит себя в жертву, но вылетает дракон, который неплохо дамажит. Так, ну для начала давайте открывать сундучок и посмотрим, что нам выпадет здесь. Так, ну это мы обязательно посмотрим. Так, ну ладно, кстати, у меня, ребята, ну ладно, давайте посмотрим вначале. Так вот, о чем я? Я хотел сказать, ребята, смотрите, у меня появился новый персонаж. Я вот не понял, в прошлой серии я рассказывал про него или нет. В общем, это у меня гробовщик, точнее могильщик, ну я его называю гробовщик. Слушайте, ну как бы я за него еще не играл, я его не прокачивал, сами видите, у него 13 очков по рейтингу, у остальных у меня как минимум 34, 33, 30. В общем, поиграл за него маленько, мне не понравилось. Вот серьезно вам говорю, мне он не зашел. Давайте открывать следующий сундук. Так, опять у нас рекламка, это все понятно. Так, а нам достается, ага, другая опция. Так, на наручники, да, значит, нам еще сундук. Подожди-ка, давай-ка мы сделаем так вот, на открытие поставим и откроем еще один. Последний на этот раз сундучок. Опять реклама. Без рекламы вот никуда. Другую опцию дали, давай, откроем две. Хорошо. Ну что же, так, в клане у меня там что-то написано, отписано, давай глянем. Так, присоединился, присоединился к клану. Да, ребят, сегодня была у меня чистка. Те ребята, которые давно или долго не заходят в игру, я их удаляю. Псих влюблен? Нет, я? Ладно, спасибо за игру. Все отлично, тут, ребята, нормуль поживает, все хорошо. Там надо будет еще чистку сделать, потому что, ну, долговато это делается. Так, ну что, в общем, давайте посмотрим, и я расскажу вам немножко о турнире, если кто ничего не знает. В общем, в первый раз, когда вы заходите, вам дают вот здесь вот бесплатную попытку поучаствовать. Действительно, я ее потратил, и за следующий заход мне даются, точнее, не дается, а мне предлагают заплатить 10 гемов. Естественно, мы платим. Короче, сейчас объясню еще немножко. Здесь, видите, 10 гемов, здесь 100. Разница в чем? Разница, ребята, в дропе. В дропе и в реварде. То есть, мы получаем с вами вот здесь вот 100 карточек. Если проходим 12 этапов этой игры, мы получаем с вами фулл ревард. То есть, мы зарабатываем с вами 1230 монет, получаем 100 карточек, получаем героев не одного и 10 спецспособностей. Если же мы проходим за 100 гемов, соответственно, нам дают 200 карточек, нам дают двух персонажей. То есть, ну, не двух новых персонажей, а может быть и двух даже новых. Или же на повторку. И 20 к способности. То есть, естественно, я вот это играть не буду. Тут, ребята, абсолютный, абсолютный рандом. Тут не зависит практически от тебя ничего. Только если тебе повезет с выпадом хороших карт. Поэтому, ребята, давайте сегодня мы попробуем поиграть. Видите, подбор случайных героев. И я вам скажу, что я, по-моему, попал. Ой, этот футболист, по-моему, ни о чем, если честно. Я не знаю, как я буду здесь, ребята, играть. Так, понятно, короче. Эта бомбочка, ребята, может сдетонировать с 20% шансом. Или же она может просто сфейлиться. Не сыграть. Так, ну что, я думаю, нам нужно, ребята, с вами, наверное, уничтожать деп. Деп здесь, мне кажется, лучше всех будет бомбить. Ну, давай, давай, бросай бомбочку. Или что ты сейчас будешь делать? Наверное, будет, да. Он тоже будет мне бомбить именно в деп. Ай-яй-яй. Это плохо, ребята. Ну что ж, погнали. Тоже будем пробивать. Тут, как говорится, кто кого быстрее. Если он сейчас мне не подобьет деп, соответственно, он отдупится. А, скорее всего, он убьет. Он два раза попал, да? То есть у него шесть попыток. Пять. Да, и еще два выстрела делает сейчас. Ай-яй-яй. Ах, вот так он решил. Ну что же, добиваем тогда мы с вами, скорее всего, деп. Потом будем браться за Фрэнка. Скорее всего, за Фрэнка пышку. Отлично. Чтобы лучше... Давай, ладно, сделаем так. В любом случае, сейчас он деп мне добьет. Никуда он не денется. У него потом ярость. Я, ребят, не знаю, какая спецвозможность вот у этого чувачка. Я ее не пробовал. Что вот это вот может означать? Не знаю, если честно. Так, ну что же. Неселящий газ бросим, да? Или вот так вот бомбаним. Черт, я не знаю. Ну, давай бомбанем так. Мечом, да? Пинается. Понятно. Будем знать. Рандомно стреляем. Отлично. Так, ну что, у Фрэнки пышка. Сейчас что-то будет. Смотрим, ребят. Поцелуйчиков навтыкал, да? Ну ладно, хорошо. Сколько оно длится, я не знаю, если честно. Погнали. Бомбит. Естественно, бомбит. Так, теперь просто расстреливаем. Да что ж ты, Фрэнк. Псих, что ж ты делаешь-то? Что ж ты так фэришься? Опять. У него суперудар. Так, бросил. Еще одну. Выстрел в бабку. Плохо это все, что я могу сказать вам. Все это очень плохо. Ну что, давай попробуем рандомно сшибануть. Ясно. А добить? Еее. Вот это уже меня радует, кстати. Теперь давай так стрелять. Попадаем. Главное, чтобы попасть. Все, хорошо сработало. Что у него вот это за спецвозможность? Я не знаю, предстоит ли нам увидеть. Но, как видите, бомбочка не сработала здесь. Что такое? Что это? Без понятия. Ага. Он может взорвать эту бомбочку. Все, я понял теперь. Прикол. Давай, бабуля. Так, да? Ну и два раза. Попробуем выстрелить. Вот так вот. Ну что, я думаю, что здесь мы с вами победим. Ничего уже ему здесь не поможет. У него 31 здоровье осталось. У нас, как видите, у всех очень и очень много. Вообще, вот этот вот персонаж мне не понравился. Я вам серьезно говорю. Какая-то фуфлянди, честно. Ну. Все. Первая победа за нами. Опять же, вам повторю. Ребята, чистый рандом. И, кстати, вот за каждую победу нам дают одну карточку. То есть, если мы с вами 12 раз выигрываем, нам дают 12 карточек открыть. Ну что же, давай двигаться дальше и смотреть, кто нам дальше выпадет. И, кстати, деньги тоже с каждой победой понемножку, понемножку увеличиваются. Случайный. Давайте смотреть, кого нам на этот раз подсунут. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Гайка-то здесь, конечно... Черт бы тебя побрал. Ну что, давай, наверное, будем бомбить деп. Конечно, мясник здесь жесткий. Он будет сейчас бомбить 100 пудово в Тейлора. Соответственно, наносить урон гайке. Он будет двойным. Ах, нет, он вот так решил. А вот это для меня странно, если честно. Почему он именно так сделал? Хм. Ладно, посмотрим, к чему дальше это все дело приведет. Но, в любом случае, нам нужно с вами... Вот так он сделал, да? Три поцелуя. Хорошо. Предположим, тогда мы сделаем с вами немножко по-другому. Сделаем вот так. И вот так. Будем смотреть, что он дальше будет делать. Молчит, что-то не хочет ничего делать. Понятно. Он подрубает деп. Взял на мушку, да? Гайку, значит. Сейчас мясником. Я бы вот мясником бы бомбил. Нет, почему-то он не хочет этого делать. О, созрел. Ладно, зато, по крайней мере, этот не будет делать контратаку. Значит, мы с вами будем, естественно, дальше продолжать деп атаковать. Будем дальше атаковать деп. Погнали. Почему именно хуком бьем? Потому что, ребята, вы помните, стакуются промахи. То есть, деп даже если будет стрелять, у нее есть вероятность промахнуться. Потому что мы ее, как бы, оглушаем. Но будем смотреть, к чему. Сейчас будут поцелуйчики, наверное, нет? Смотри-ка, попадает. О, промахнулась. Это хорошо. Еще четвертый выстрел. Блин, попадает, да? Попадает, ребята. Она в бабку, она знает. Да что же он делает-то? Не могу понять. Какая-то хитрая у него тут тактика. Погоди, не то, чуть не то было сделано, ребят. Поехали. Так, ну тут же, получается, мы сделаем свои пять стаков. Законных пять стаков. На следующий ход деп погибает. Это я вам точно говорю. Уже ее здесь никто не спасет. Потом нам есть резон, наверное, поставить защиту. И вызвать хиллбота. Попадает, блин. Попадает деп. Нет, нет. Ай. Все-таки врезала. Все-таки умудрилась, да? Ладно. Промахнулась. Попала. Ну что, деп, все, ты доигралась, короче. Мы тебя сейчас ликвидируем. Это однозначно. С двух ударов мы должны ее подбить. Так оно и получается. И дальше мы с вами будем бомбить мясника. А почему? А почему он такой самодовольный и самоуверенный? Говорит, не шути со мной. Видимо, он хочет сделать либо бомбы. Бомбы он призывает. Я понял. И бомбочку сейчас скиданет, чтобы она сдетонировала. Верно? А ведь так будет все. Будет именно так. Но шанс сдетонировать у нее 20%. Не забывайте, вот у этой бомбочки 20% шанса сдетонировать. И если она сдетонирует, я думаю, что будет такой большой бум довольно-таки. Давай попробуем сделать вот так. И хилл бота вызвать. И дальше попробуем пробить. Ну что. Не буду давать. Вот он как сделал, да? Хорошо. Мы тогда сейчас ударим, наверное, один разок. Деп. Так, Деп, давай стрелять. Нет. Нет, не сработало. Ладно, тогда все. Пробиваем. Вот таким вот Макарчиком. Ну, бомбочка опять же, видите, не сработала. Так, то есть мы с вами довольно неплохо идем на вторую победу. Так, пошло метание. Ясно, я все понял. Будем опять же стрелять Деп. У Деп, кстати, сколько, ребята, наносится урона? Давай посмотрим. 74, а здесь 52. Давай бомбить тогда Деп. Раз. Да-да-да, так все и было. Два. Три. То есть еще два выстрела от Деп. Ну, естественно, мясник погибает. Но он сейчас будет опять бомбой или же ярость. Посмотрим, что он сделает. Все-таки он решил ярость. Метнуть тесак. И он попадает. Да-да-да. То есть убивает мне моего бойца. Но он все-таки довольный, что-то там прыгает. Не знаю, чему он там радуется. Так, бабуля, у тебя сколько? 51 по атаке. Давай убьем. Хорошо. И шибанем. Вот так вот это будет все выглядеть примерно. Так, ну что же. Ему остается только лишь бросать свои бомбочки. Или ставить на себя эти поцелуи ответные. А по-моему, ответные поцелуи он на себя не может ставить. Поэтому он бросает бомбочки. Вот таким вот образом все происходит. Ну, у нас хиллбот есть, который нас подлечивает помаленьку-полегоньку. А мы с вами в этот момент будем, конечно же, стрелять гайкой. Так, у него 200 хп. То есть у нас еще два хода. Нет, один ход. Вот, ребят, сработала. Сработала его взрывчатка. В коем-то веке. Но, как видите, не особо. Очень много здоровья-то отняло. Но он опять... Он хочет все-таки деп мне закромсать. Ладно, мы сейчас в деп будем тоже стрелять. Погнали. Раз. Два. И добивочный. Все. Я говорю, этот футболист мне не зашел. Вот он мне выпадал так же, кстати, на рандомных боях. И мне он почему-то не понравился. Ну, а мы с вами продолжаем. И у нас третий бой. Опять же, рандомный. Поехали. Будем смотреть. Кто на этот раз нам выпадет? Бывает, выпадают такие персонажи, за которых я еще даже не играл. И как с ними себя вести, не знаю. Вот этот персонаж, кстати. Вот эта вот бабушка. Или как? Я не знаю, как ее назвать. Очень хороша. Знаете, против кого? Против Фрэнки Соло. Очень хороша. Так, ну в данный момент здесь тоже не очень хорошая у нас комбинация, ребят. Поехали. Почему вот этот меня нервирует? Потому что, ребята, он метает свои ножички довольно часто и довольно больно. Вот это вот стреляет. Ульта тоже неплохая вот у нее. Саша Кремень, по-моему, ее величать. Если я не путаю. Вот эта, барышня, чем хороша? Ребят, когда у тебя мало остается здоровья, а у какого-то врага много, у нее ульта обмен здоровьем. То есть она себе забирает здоровье, а тому отдает свое. То есть, понимаешь, да? Вот, ты смотри, что он там. Смотри, как бомбит. Вот так вот. А этот вот ярость. Я до сих пор этим персонажем не играл. Я не знаю, что он делает. Но вот он бросает свои ножички и довольно больно. Поэтому, ребят, надо его как можно быстрее. Ну, по крайней мере, для меня его уничтожить нужно как можно быстрее. Так, половину здоровья мы отняли у него. Ну, почти половину здоровья. У него ярость копится быстрее, и это плохо. Этот стреляет, да? Погнали дальше. Будем, будем, ребята, бомбить. Слушай, на следующем ходу ему крышка. Вот этому Триадору, или как он, я не знаю, кто он такой. Ему крышка на следующем ходу. Угу, понятно. Вот, видишь, попал. Все попадания точно в цель, блин. Погнали. Нам нужно добить вот этого Хонорика. Ай, не хватило, да? Не хватило. Погнали, сюда удар. Ульта. Сейчас у него накопится ульта. Будет, мне кажется, он вызывать Сашу Кремень. Именно вот эту пулеметную фигню, которая тут будет выезжать. Нет? Он должен. Я не верю, что он не потратит. Он потратит. Да не может такого быть. Для кого держит? Неужели хочет кого-то из них подбить? Ай-яй-яй-яй-яй. Быть такого не может, ребят. Этого просто не может быть. Так, она меняет свое здоровье? Меняется здоровье. Да, она меняет только свое здоровье. Хм-хм. Чертовски хреново, ребят. Погнали. Может быть, этот сделать удар, а? Нет, я не буду, ребят, трогать этот. Нам пригодится. Пригодится для ульты вот от этой барышни. Так скажем. По-моему, я здесь сфейлился. Довольно. Вот, ульта. Но она сработала плохо. Вот что я вам скажу. Ульта эта вообще практически не сработала. Ну что ж, погнали. На следующем ходу вот этому парню Холмсу будет крышка. Раз, два, три. Эхе-хе-хе. Не добил. У-у-у. Ну все, парень. Тут уж прости. У него же нету... Нету. Нету у него больше возможности на выстрел. Погнали. Что это такое сейчас было? Давай-давай-давай, Фрэнки. Бери защиту. Слушай, он же в защите, по-моему, непробиваемый, да? Или все-таки пробиваемый? Я не помню этого. Нет, непробиваемый. Вот так вот он делает. Ладно, погнали. Ну что же. Ульта у него, да, сейчас накопится? Опять вызовет свою фигню. Он сейчас убьет мне Фрэнки. Смотрите, что он сейчас делает. Убивает Фрэнки. Вызывает свою штуку. И... А здесь... А, я ульту потратил! Ёлки-палки, ребят! Я ульту потратил мне вот... Сейчас бы мы поменялись бы жизнями, и все, я бы накрыл бы. Своих союзников. Понятно. То есть... Ну да, тут мы проиграли, ребят. Она меня ушатает. Я сам виноват. Я потратил ульту на Фрэнки. Ой, на Фрэнки. На Пышку. Да, на Фрэнки Пышку. Потратил ульту. И за это поплатился. Если бы она у меня была бы, мы бы поменялись с ней здоровьем, и я бы потом бы просто-напросто ее добил бы с двух ударов. Может быть, даже с одного. Ну ладно. На ошибках учатся. Впредь буду внимательнее. Так, ну-ка, что у нас тут выдадут? Да елки. А, не, ну, не знаю, ребят. Посмотрим, кто у врага. Оу. Кстати, вот эту я еще ни разу не видел. Я не знаю, что она делает. Несерьезно говорю. Что делать-то будем? Я не знаю. Урон тем выше, чем меньше у врага здоровья. Понятно. Ну, погнали. Что, этот хиляет, да? И что этот? Я не знаю, ребят. Попробуем так сделать. Наверное, этот хилять может за счет того, что отдает свою жизнь. И вот это. Я не знаю, что она делает. Посмотрим. Сейчас будем смотреть. Для меня вот этот персонаж новый. Абсолютно. Я даже не видел ни разу, вот сколько играю. Еще ни разу не было его. Я не видел. Вот так вот делает у нас самурай. Угу. Бабуля тут еще что-то вякает. Давай, наверное. Даже не знаю, что и сделать так. Давай так. Сколько у нас? Два выстрела получится. Блин. Фигово. Поехали тогда так сделаем. Так. И бросать ножички. Пока вот как-то так. Слушай, ну это стопудово хиляет. Ё-простые, блин. Он же у нас усиленный, по-моему, да? Что, там скальпель бросила свой? Опа. Она бросает скальпель в задний ряд. Соответственно, хиляет бабку. Все, я понял теперь. До ульты я не доживу. Это явно. Ну что же, Фрэнки, давай тогда с тобой будем разбираться как-то. Да что ты делаешь? Я не это хотел. Фигня получилась. Что-то я... Хотел три раза этим сделать. Взял, нажал зачем-то вот на эту. Бредотню. Ладно, если эта ульта не прокатит от него, а у него ульта, знаете, да? Он может убить с удара. Тогда будем вызывать от Саши Кремень. Молодец. Все, по крайней мере, бабку он уже точно не будет хилять. Если только Тацуя этот... Ах, вот он как! Понятно. Тут нет разницы, ребята, в каком ряду и кто стоит. Ладно, на следующий ход бабки кранты. Если мы выживем, посмотрим, что здесь за ульта. И кем он будет делать. Наверное, стрелять бабульке все-таки, мне кажется. Да, он стреляет бабулькой и попадает... Ну, по всем практически. Ну, бабке все равно крышка. Хоть ты ее захиляйся. Надо она что делать. У нас тоже ульта есть. Ну что, надо бабулечку, наверное, нам... Сколько у нас там первого выстрела? 54. А здесь? От 34 до 141. Чем больше у врага заросит, тем больше урон. Понял. Тем больше урон. Ну, давай так сделаем. Ох, напряженная, ребята, битва. А этот как у нас работает? Она приказывает Джеймсу своему танку выстрелить случайно у гангстера. Если здоровье у гангстера высоко, нанесенный урон будет высоким. Понял. Значит, есть смысл вызывать. Значит, есть смысл вызывать. Поехали. Йоу, парсете! Как думаешь, прокатит? Аааа! Не прокатило, к сожалению. Слушай, ну не хила вот эта пушка. То есть, зависит все от здоровья. Буду знать. Хиляет, хиляет себя, да? Смотри, насколько выхилился. Офигеть! Ну что, три выстрела, и я думаю, что ему... Ей хана. Три выстрела нам нужно сделать. Раз. Два. И третий. Вот так вот. Ну, теперь один на один. Ярость у него готова. Он ее тратить не будет. Он будет сейчас наверняка мне уничтожать Сашу Кремень. А потом возьмется и за пышку. А если у него будет мало здоровья, естественно, он сделает самоубийство, и тогда будет ничья. По идее, так должно быть. Но все зависит от того, как сейчас пройдет. Вот так вот он делает. Ага. Все, я понял. Так, здоровье. Так, здоровье. Чем больше, тем больше урон. Поехали. Как-то ты странно, Саша. То из автомата, то из пистолета. Сколько ему нужно, два удара нанести или три, чтобы Сашу подбить? Или он все-таки выпустит ульту, а потом... А, нет, ульту он не выпустит. Ульта у него... Он сам себя убивает, ребята, и выпускает духа дракона. Ох ты, как он сейчас бомбанул, ребята. Есть смысл ставить вот так вот. И... Два выстрела вот этих вот делать. Все, ему крышка. Выпускать он будет своего духа или нет? Сейчас посмотрим. Согласиться на ничью? Я бы сделал бы от безвыходности. Нет, парень, это ты зря делаешь. Ничего тебе тут не поможет. Все. Нет, выпустил, да, все-таки? Посмотрим, убьют меня. Да, ребята. Все-таки на ничью ушел. А что ничья? Это проигрыш или победа? Как она присваивается? Провал? Да нет, вроде бы не было провала. Вот так вот, ребята. Вот такой вот этот самурай. Убивает сам себя и, соответственно, убивает. Но так как у меня еще была защита, это нам повезло. Кстати, неплохая комбинация. Вот в данный момент мне выпала. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Для начала нам нужно с вами, наверное... Так. Ульта пойдет сюда, а мы пока будем с вами... Давай-ка мы сделаем вот так вот. Кем он будет стрелять? Хрен его знает. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Наверное, Деп будет стопудово применять Деп. Ну, бомбани. Бомб... Аааа! Черт, мимо, ребят. Промазал я. Фига он на... Нифига урон. Понял я. Короче, погнали. Начнем с Деп. Начну я с Деп. Потом вызову ульту. Накапливается она довольно быстро. Так, что там у нас поднимается из могилы? Наносит урон всем живым. Чем больше здоровья, тем лучше, да? Так, чем больше здоровья у его надгробия, тем лучше. Так, надгробие дает восстать. Вот таким вот образом мы сделаем. Потом ульта на следующий ход будет у нас. Соответственно, получится неплохой довольно-таки урон. Может быть, даже Деп погибнет. Может быть. Но потом будет зомби плеваться у меня. Поехали. Давай, выходи. Смотрите, урон. Нет. Деп выжила каким-то образом. Чудом просто-напросто. Теперь заплевываем. Так, даже если он, ребята, уберет мне сейчас... Кто это? Детектив или кто это? Как тебе величать-то? Я даже не знаю. Не помню. Ну, Деп в любом случае, на следующем ходу конец будет. Давай еще разок. Выстрели так. Пожалуйста, выстрели еще так. Вот даже как. Даже вот так вот. Понятно. Ну что, я готов, ребят. Ульта. Ульта будет в следующем... ...ходу. Поэтому давай заплевывать. Минус. Теперь погнали. Все зависит от того, как сработает, ребят. Если сейчас он ульту вызовет от Саши Кремень, и она попадет... ...по кому-нибудь из этих, то все. Финита ля комедия будет. Ему нет смысла заставить щит на Фрэнке Пышку. От чего? От кого? Бесполезно. А вот танк вызвать, это было бы неплохо. Я бы вызвал танк все-таки. Тут не особо велик. Даже несмотря на то, что у тебя есть три стака. Но танк наносит колоссальный урон только лишь потому, у кого полный здоровье. То есть он пробивает неплохо. Ну что он там тупит? Смотри, время подходит. Сфэлиш же сейчас. Нет, ребят, он стреляет. Молодец. Я думал, он сдался. Но он сделал вот так вот. Двойной выстрел. Ну что, заплевываем мы дальше с вами Сашу. Ее, в принципе, мы должны подбить. Все. У Фрэнки только лишь два варианта, ребят. Вставать в защиту и убивать мне Тайлера. Почему? Зачем ты так делаешь? Ну я знаю, что он делает. Для чего он так это делает? Уничтожил, да? Ну я же сейчас его вызову все равно же. Я же вызову тебе все равно. Вот. Правда, мало здоровья у нас. Но все-таки. Давай раз. И два. Так, смотрим. Сейчас он встает в защиту. Как пить дать встает в защиту. И. Да посмотри, как он бомбит. По идее, он на третьем уровне так не должен шпарить. По жесткому. А он попадает. Несмотря на то, что у него два стака на промах стоит. То есть это 24% к тому, что он промахнется. Так, еще выстрел. Все, подбил. Молодец. Так, а мы, ребята, в свою очередь добиваем Фрэнки. Да-да-да. Именно. Не то, что добиваем. Убиваем вообще его. Вот так вот. Но эта комба была имбовая. Вот серьезно вам скажу. Тут чистая имба. Так, и мы с вами двигаемся дальше. Так, битва. Давай смотреть, кто нам на этот раз достанется. Рано или поздно достанется такая команда, против которой я ничего не сделаю. Ой, ну... Ребят. Вот. Ого, а ему досталось-то. Смотри. Блин. Что делать будем? Давай так вот попробуем. Попробуем таким вот образом действовать. У него такая неплохая команда. Я не знаю. Подрывник нам этот. Зачем он нам нужен? 156, 156 и 156 урона наносит. Ну... Как добивочный, в принципе, может неплохо сработать. Вот этот тоже неплохо может критануть с удара. Так. На двоих, да, сделал? Ладно, вот только на кого, я не знаю, ребят. Ну, вот так вот будем просто бросать динамит. Так, начинается, начинается. Ножечки, гад свои, разбрасывает, да? Живучий паразит. Ульта, ребята, сейчас будет ульта. Смотри, у него все такие вот, эти, как сказать, шприц, нож. Все на кровотечении стоят. Соответственно, я буду... На кого он там сделал, я пока не знаю. На кого он сделал, фиг его поймешь, ребят. Что, будем пытаться? Или бомбанем лучше? Даже не знаю. Ну, погнали, бомбанем, фиксим. Так, ага. Сколько у нас там? 52. Убиваем. Во! Уже лучше. Так, ну сейчас ульта будет. Ульта какая? Бросить в нас бомбу свою. Я понял, понял. Бомбу бросает. Так. Что же дальше делаем? А дальше нам остается только лишь бомбить. Бомбить вот этого Хонорика. Вот таким вот образом. Все дальше. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Разошелся. Тут мы, по-моему, сфейлимся, ребят, с вами. Серьезно вам говорю. Три сюда атаки. Две придется вот сюда. Черт, хреново. Так, это он на себя стопудово сделал. Два. Это два минус будет, да? Получается. поехали проверим нет вот значит как ладно два стака ну сейчас посмотрим убьет по идее может убить сразу умнее тейлора вот так вот решил хорошо жестоко действительно жестоко я ничего не могу сказать против погнали шансы ребята очень маленький на то что он промахнется три выстрела у него есть три смотрим что он сейчас будет делать естественно взрывником я не смогу убить понятно лишает меня способности да к тому же вот этой способности все сфылился короче ребят как я буду буду бомбить для никак конечно же никак и погиб еще сам были при этом ой дурила да с профессором конечно тут знаете непредсказуем с этим доктором какого доктор шприц увеличать с ним непредсказуем потому что я хрена узнает ребят вроде бы как бы его надо бить в то же время со своим уколом так о неужели мне достался вот этот чувачок хотя бы посмотрим что он себе представляет что же это означает издевается на целью цель получает дополнительный урон от всех атак в течение двух ходов вот оно что да я значит ну погнали попробуем посмотрим ребят так сейчас он будет наверняка тейлором вот эту женщину надо уничтожать в самом конце на кого ты сделал свою фигню на себя или нет я не знаю посмотрим понятно тогда погнали так ну что же если он еще раз будет употреблять с ним так и быть пускай делает хотя атакует он не слабо посмотри если вот эту девочку будут трогать чё там думать защиту стать что ли еще а когда же даже вот так вот сколько у тебя он 67 51 ну давай попробуем так вот сделать слушай он добить наверно не сможет даже нет сможет 55 250 а тут 233 то есть сейчас может убить он тейлором моего как-то величать-то парень хрен знает как увеличать все набил молодец ну а нам надо только лишь прикокошить вот это добьем да ну серьезно что черт подели ребят 76 попадем или нет но пока на равных пока на равных так у нас какая тут ульта стреляет случайно выбранная так если он умрет понятно он сделал две карточки стопудово на нее и на нее так так давай-ка я брошу фигню вот эту вот чёрт стреляет цветки а паршивец погнали да почему блин ну-ка вот так вот нафиг у него ульта что будет делать сжигать спецспособность сжигать будет да кому психу сжег сжег психу плохо что погнали чё там проклинает врага если она за его уличить за каждую обиду так 67 67 134 да чё ты ржёшь то хе-хе ржёт он мне такое впечатление что тут фейлом светит светит фейлом ребят так сделал да ну что ж погнали чёрт тебя подери на неудачно неудачно ребятули защиту это же защита помогает только когда есть союзники по моему так это работает хотя я могу и ошибаться ребят ну проверим не понял чё там происходит ага атакует всё таки да действительно атакует так у него сколько там можно посмотреть сколько урона нет нельзя да количество урона не увидеть нам ну поменяйся со мной жизнью здоровьем пожалуйста обменяйся а передай мне свое количество же здоровья обида обида пошла вот этот огонёк ребята это обида то есть блин фигово все на самом деле поехали хрен там ребят нифига не получилось не получилось у меня трюк сколько 67 фейл чистый фейл а я здесь ничего не мог сделать не защититься не прикрыться ничего у меня нету но зато я буду знать что вот этот чит все таки может работать не только на рандомных персонажей но и на себя я раньше думал что только прикрывает вражеских ну что мы здесь проиграли и забираем ребят свой ревард я опять же скажу что здесь работает чисто рандом тех персонажей которых ты хочешь взять не будет так у меня было три победы да соответственно я получаю 320 монет и три карточки мне дадут открыть поехали раз 11 ну неплохо два и ну давай вот это вот три да не айсово ну что друзья мои вот так вот выглядит у нас турнир надеюсь вам понравилось уж простите что не очень хорошо у меня тут вышло конечно хотелось бы пройти как можно дальше как можно лучше не знаю сколько турнир а турнир по моему сколько он там по времени то идет у нас еще доступно непонятно ребята сколько он еще будет длиться но по моему недолго а может быть всегда да фиг узнает так и у нас с вами полторы тысячи монет что я могу сделать давайте проверим нет тейлору я не хочу это улучшать в принципе я здесь никому пока ничего улучшать не буду я бы кстати я взялся за гарри я тоже начал по маленькому практиковать в боях в принципе неплохо ну что на этом все ребятушки всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков увидимся до новых встреч